доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы продолжаем продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору мы изучаем тору давайте чтобы тору изучать я нужно чтобы было красиво красиво чтобы был фон красивый такой вот такой красивый красивейший фон значит все итак мириам алка маркс нас смотрит карла маркса родственница верны и значит мы продолжаем изучать значит нас программа не меняется программа не меняется у нас программа в общем-то очень простая вначале мы изучаем законы речи законы речи по книге равина зелек плестина береги свою речь а потом потом мы изучаем повелевающие заповеди из торы которые всевышний сказал делать и таким образом у нас такая обзорная обзорная идет всю тору мы можем так изучить и если остается время то мы изучаем изучаем рассказы про праведников люди которые посвятили свою жизнь служению всевышнему на сто процентов они называются правильники яков шатанин в харькове как раз и желаем ему успехов и значит продолжаем изучать итак дошли мы до закона 69 номер такой пунктик мы сейчас в той части книги где равзелек плестина приводит такие как небольшие такие идеи и мы эти идеи вместе с ним разбил разбираем значит говорит нам правильник плестина такую вещь найдите себе настоящих друзей советует он к сожалению грех злословия очень распространен вам трудно все время упрекать людей и останавливать их не менее трудно раз за разом покидать их компанию посреди разговора в конечном счете вы же воспитанный человек поэтому ничего не остается как найти себе круг людей осторожно к своей речи вот это очень-очень сложно я вам так скажу что но это просто дико сложно найти хороших друзей или вообще просто людей которые не занимаются злословием и это задача эта задача написано в перке вот мы изучали по какому пути человек придет из и дырок то ваше и и вор есть версия значит спрашивал раббан йоханнан бен закай спрашивал пять самых великих раввинов своих учеников какой по какому пути человек прилепится к богу какой путь самый главный то есть где этот инструмент где этот уникальный рычаг по который приведет к богу сказал рабби элязар бен урканас он говорит это говорит айн това хороший глаз добрый глаз то что имеется ввиду добрый глаз человек вот меньше слышала видео вчера как раз вышло видео про благодарность еще одно на ютюбе чек может сосредотачиваться только на 7 плюс минус 2 единицы информации охватывает его сознание это на чем человек фокусируется это его выбор по большому счету то есть если отпустить на на автоматизм тогда будет фокусировка на негативе если отпустить вот просто отпустить свое внимание то она будет фокусироваться на на негативе теперь значит говорит рабби элязар бен урканас что если ты хочешь прилепиться к богу тогда у тебя должен быть добрый глаз ты должен постоянно искать за что зацепиться позитивно своим глазом и все судить с хорошей стороны рабби значит второй там был рабби еушуа бен хананя он сказал что это хавертов это хороший друг вот это как раз я поэтому и вспомнил он говорит если у тебя нет хорошего друга тебе к богу тяжело будет прилепиться что он имел ввиду значит но вот важно чтобы был у человека хороший друг третий там был рабби оси рабби оси говорит хороший сосед это это главное то есть то с кем ты общаешься день за днем кто тебя окружает это это путь к богу значит четвертый рабби шиман бен на тоннель он сказал что это говорит качество аруэй танула тот кто видит то что рождается тот кто глубоко заходит в причинно-следственные связи он обязательно увидит что мир управляется всевышним но невозможно вообще невозможно чтобы вот это был случайный мир настолько все не случайно настолько все синхронно гармонично красиво настолько все является следствием есть причина следственные связи что невозможно не прилепиться к богу если ты начинаешь глубоко наблюдать за миром и значит пятый это был рабби лизар бен нарах он сказал он сказал рабби лизар бен нарах он сказал говорит лев то в хорошее сердце это говорит путь к богу если у тебя сердце он имел ввиду полное мышление и она сочетает как раз все вот эти вот предыдущие составляющие и хороший глаз и хороший хороший сосед и хороший друг их и видит в причинно-следственные связи и значит и что и тогда у тебя хорошее сердце теперь значитель понятен нам совет рафзелига плистина совета понятен а вот где найти этих людей это достаточно сложно потому что иногда даже в как говорил царь соломон в каэлите в экклезиасте он говорил так что даже вместе суда там есть иногда обман и зло даже там где судьи сидят да а тем более в очень тяжело найти вот этих святых людей и поэтому он нам дает тогда 70 совет 70 совет он говорит так воздержание от разговоров вообще воздержись есть люди которые совершают шуву раскаиваясь в каком-то прегрешении постятся то есть воздерживается от пищи предпочтительны воздержаться не от пищи от разговоров этот метод помогает и телу и душе здесь мы опять приходим тоже к перте вот там много раз говорили мудрецы что ничего не нашел я лучше чем молчание и не умножая разговоров женой и так далее то есть если человек молчит если человек он всю свое внимание и энергию он уделяет своему внутреннему миру самонаблюдению осознанности он выбирает какую-то одну цель он выбирает себе друзей то есть если перейти на режим жизни в котором нет вот этого вот пустого сотрясания воздуха и попыток просто большинство людей же общаются не потому что хотят общаться они не могут остаться наедине с собой им нечего делать собой да то есть они хотят с кем-то с кем-то общаться потому что им с собой скучно плохо и неинтересно и вот здесь нам говорит равзелек плистин что лучше лучше повоздержаться от лишнего общения общаться только с позитивными правильными праведными людьми тогда с кем поведешься от того и наберешься это вот то что мы сейчас поговорили про злоязычие и отсюда следует что надо искать позитивных друзей или молчать все теперь дальше теперь дальше вот алена говорит что нужно начать себя и тогда подобные люди придут жизнь да возможно все плохие люди скажут вот скучно он стал не пообсуждаешь с ним никого не посплетничаешь никому кости не перемнешь там и так далее значит останутся только люди которые опять же здесь вот весь важный вопрос если мы возьмем само вот это вот как как идея сур мира отодвинься от зла и делай добро то без того чтобы тебе было чем заниматься то ты не можешь оставить еще не может остаться в вакууме ему обязательно нужно человеку нужно чем-то заниматься и если ты от отошел от зла так делай добро то есть нужна какая-то совместная цель и тогда люди занятой совместной целью у них будет чем заниматься чем занимаются мужчины еврести в ешивах они учат тору то есть вот они собрались это называется хеврута собрались они хеврута это от того же корня что хавер друг ну давай значит получим книгу рафзеля гоплистина давай значит пункт такой ты как его понял вот так а ты как понял вот так а что будем делать ну давай это сделаем давай то сделаем то есть они чек должен быть занят реализация какого-то позитивного плана тогда ему не будет времени чтобы тратить его на на обсуждение других людей и на то есть зачем все двигаемся дальше мы вернулись к вчера мы начали заповедь тедушин тедушин это заповедь посвящения себе жены то есть есть заповедь жениться для продолжения рода есть заповедь сделать тедушин осветить выделить эту женщину из всех женщин и с ней создать святой союз да есть такое даже понятие целое направление истории называется тарата мишпаха чистота семьи чистота семейной жизни этому уделяется огромное огромное внимание огромное внимание значит есть заповедь жениться то сделать тедушин потом после тедушина идет хупа они женятся если вдруг они разводятся то есть еще один обряд который называется дать жене дед разводное письмо это очень важная тоже процедура вторе она называется сэфер критут критут это карет это как разрезание разделения то есть они стали одной одним целым момент кедушина они стали одним целым когда у них они посвящены как бы друг другу на небе и дальше если они все-таки не могут договориться у них нет то что называется вторе шлом бает шалом это мир в доме и они в доме не могут они договориться то в итоге они решили развести допустим да и тогда мужчина должен по специальной процедуре дать ей сэфер критут вот кто-то плачет то будет написано что бог тоже плачет когда люди разводятся что для него это это очень очень грустный момент когда два человека которые были одним целым они значит развелись до разошлись поэтому нужно прилагать все усилия чтобы был вот этот вот шлом байт это очень важная вещь теперь дальше давайте давайте так написано даже в каком случае мужчина должен с ней обязательно развестись дать ей дед если женщина не верит во всевышнего и в его святую тору не скромно совершает поступки неподобающие вредским женщинам и тем более если муж уверен что она не ходит в микву когда это необходимо чтобы быть разрешена ему после состояния неда то он обязан развести с ней ибо сказано прогони того кто кощунствует и удалится раздор то есть есть вот эти вот законы тарата мишпаха семейной жизни я сейчас не буду в них вдаваться но там есть целая-целая технология опять же есть чем заниматься есть чем заниматься там считать дни там постоянно ты занят да когда ты занят выполнением заповеди я сейчас вспоминаю одну историю значит есть такая фраза в торе что родца кадош бараху лизакот это израэль хотел бог дать лизакот это дать награду народу израиля лифихак поэтому ирбалаем туравами свод поэтому он умножил для них тору и заповеди то есть это очень удивительная идея для обычного человека то есть если бог хотел дать награду так он умножил умножил тору и заповеди то есть представляете это как это понять вообще мы привыкли награда это дать подарок отдохнуть давай там отдыхай ничего не делай нет бог хотел умножить награду поэтому дал много заданий учите тору без остановки выполняйте заповеди бесконечно это что награда вот именно да это как раз очень важная идея нам сейчас она поможет очень сильно смотрите есть такая история бенышка ее рассказывал в багдаде был один такой богатый влиятельный мужчина значит которые у которого был сын вот сыну 18 лет и он говорит папа я хочу работать я хочу учиться я хочу в жизни состояться что мне делать он ему говорит ну смотри надо учить тору и работать значит вот ты те уже 18 лет вот тебе деньги плыви в лондон это было давно еще летом 200 лет назад и там в лондоне живет мой двоюродный брат придешь к нему значит он тебя познакомит с местными торговцами у тебя будет неделя в лондоне для того чтобы закупить товар и значит вернешься этот товар продаж будем здесь багдаде продавать этот сын говорит отлично приплывает он лондон приходит к своему дяде в первый же день и говорит вот приехал я закупать товар приехал закупать товар и значит поужинали и он уходит в гостиницу этот его дядя сразу же ночью побежал тогда не было телефона и оббегал всех оптовых торговцев которых знал в лондоне и говорит вот приехал мой племянник живет в такой-то гостинице в таком-то номере значит приехал закупать товары утром просыпается племянник а у него уже стоит вот такая очередь торговых представителей все же ждут чтобы его повезти показать тот товар показать этот товар в общем неделю он просто не успевал покушать потому что торговые представители и тогда и сейчас они очень такие настойчивые и они его прямо таскали из склада в склад и склада в склад в общем он только через неделю перед самым отплывом он успел забежать к своему дяде и говорит вообще говорит дядя я не видел даже лондона то я и на не посмотрел говорит не вообще не в кафе не сходил не а дядя ему говорит правильно говорит это я тебе все организовал тот говорит а зачем он говорит ну вот смотрите 18 лет представь ситуацию ты утром проснулся заходишь в бар гостиницы выпить кофе или чай там или что-то сидишь молодой полная сумка денег подходит подходит к тебе какая-нибудь девушка официантка и начинает с тобой разговаривать ну как там из багдада приехал то все давайте с подружками познакомлю и пошло поехало и прошла бы неделя ни денег ни товара ни вообще ничего а только подружки непонятные а так говорит ты пределе был всю неделю так вот как раз отсюда мы видим почему всевышний он умножил тору и заповеди ведь если если человек не занимается торой если он не изучает хотя бы там час-два в день тору если он не занимается постоянным выполнением заповеди а чем он будет заниматься то чем он будет искать себе какие-то там развлечения какие-то убить время с кем-то ему надо общаться еще что то то есть должно быть как вперте вот вторая глава начинается смешные яфе талмут тура им дэрэх эрэц хорошо чтобы была тора и дэрэх эрэц это и работа ки диятшне мешака хатавон потому что когда человек устает в работе и в торе у него нету времени грешить все пришел муж отработал день вечером пришел и он знает так заповеди с жене там сказал под доброе слово значит еще сел поучил тору с детьми позанимался пошел кого-то проведал больного выполнил долг почитания родителей пошел проведал родителей все вечером исполнил супружеский долг значит помог жене там по дому уложил детей и все и давай спать опять утром проснулся с лучом солнца первым помолился поучился пошел на работу когда грешить некогда грешить или другая ситуация он безработный например или уже этом не нужно не нужны ему деньги он проснулся утром на шахарит не пошел лежит значит чем чем заняться чем же заняться посмотрел фильм на фильме там еще что-то и пошло поехала в разнос вообще понятно да все двигаемся дальше теперь подробнее аки души давайте еще несколько мы аспектов вот этого посвящения узнаем несколько аспектов посвящения значит в талмуде спрашивается почему называется вот этот обряд то он называется приобретением то посвящением значит приобретение приобретение и посвящения почему потому что здесь есть два аспекта есть приобретение когда приобретение это когда человек становится с какой-то вещью одним целым то есть что значит чего говорит моя вещь да это мое это значит что он с этой вещью соединяется поэтому это приобретение. А почему посвящение? Потому что мужчина, который женится на женщине, то он ее выделяет из всего мира, она принадлежит только ему. Все, не может быть, чтобы она принадлежала еще кому-то. А почему посвящение? Потому что этот момент происходит в духовном плане. В духовном плане посвящение здесь есть элемент вот этой святости, как посвящали что-то в храм и так далее. То есть в вот этом процессе кедушин посвящения жены есть два аспекта. Физический аспект. Это он ее приобретает. То есть он ее приобретает, она становится, да, можно сказать, его собственностью она становится. Она только его. Не в том плане, что в каком-то унизительном аспекте этого слова. А в аспекте, что она с этого момента принадлежит только ему. Только вот этому мужчине. и значит, и это происходит не только на уровне материальном, но и на уровне духовном. Они становятся одним целым. Понятно. Теперь дальше еще интересно. Вот тут как раз я это упоминал, но здесь это подробно рассказывается, что именно мужчина должен искать жену. То есть на мужчине обязанность жениться, найти жену и так далее. То есть он должен это делать. Почему? Потому что это как потеря. То есть он во сне, из него отрезали эту жену у первого человека, у Адама. И теперь он, так как он ее потерял, можно сказать, свою половину, теперь он должен ее найти. С тех пор все еврести и мужчины с помощью Творца ищут свою потерю. О ее обретении сообщают во время Кедушина, во время этого обряда. Радуя всех новостью, что нашлась та единственная, которая будет рядом до 120 лет. С этого момента жених и невеста могут начинать долгую и кропотливую работу по воссозданию утраченного единства. Работать над созданием настоящей семьи, в которой муж и жена будут друг для друга единственными, как Адам и Хава в Ганедоне. В этом цель создания вот этой семьи, создать такое единство, такую близость, такое доверие, такое совместное единство, да, конечно, это главная цель главная цель брака, это создать вот такое единство, как Адам и Хава в раю, как были Адам и Хава в раю. Для этого каждому придется исправить все свои качества. Не зачем Богу это от человека, а Бог хочет наградить человека. Вот Светлана Карачева спрашивает, зачем? Бог хочет наградить человека, и для этого ему дает Тору и заповеди. И в Торе есть заповедь жениться и сделать тедушин, и стать женой одной плотью. Бог так сказал, прям вначале, станете одной плотью, станете одним целым. И получается, что жена, что значит, что она помощник против него? Она помогает мужчине исправить все свои недостатки. Ну и женщине придется тоже исправить все свои недостатки характера, потому что это как раз вот та та площадка, на которой ты все проявляется. То есть проявляются все качества человека, проявляются его качества позитивные, негативные, хорошие, плохие. И если он не может как бы сладить с женой, то у него и в другом оно как-то проявится. Поэтому она ему помощник против него. То есть она с одной стороны помощник, но она ему помогает проявить все негативные качества. Как хороший тренер, например. Тренер же он спортсмену говорит, слышишь, ты говорит, ты давай вставай на тренировку, ты не можешь, давай еще раз. Что значит ты? Я еще в советской школе был тренером. Да, у нас тренера очень грубо с нами разговаривали. Но они были больше всех заинтересованы в успехах спортсмена. То есть, может быть, не надо было так грубо разговаривать, но, тем не менее, они конкретно были заинтересованы в успехах. То же самое жена. Жена, она конкретно заинтересована в успехе мужа. То есть, два человека, когда они создают семью, они заинтересованы в развитии друг друга, в реализации потенциала друг друга. И поэтому они как бы высвечивают друг к друге вот эти вот все негативные моменты. Все, дорогие друзья, но надо это делать уметь грамотно, и чтобы была польза больше, чем вред. Все, всем шаббат шалом, прекрасного шаббата, отдыха, и всем желаю шалом байт, чтобы был у вас шалом байт, чтобы был мир в доме, мир с женой, с детьми, с близкими, чтобы был шалом байт. Все, шаббат шалом, и шалом байт. Чтобы шалом был и в шаббате, и дома, и в душе. Все, всем шалом. Продолжение следует...